Приветствую вас, друзья. Ну чё, продолжаем Фрости, да? У нас тут есть некоторый район, который уже вовсю строится, скоро его построят, будет охренительно. Правда, вот лазарет что-то себя плохо чувствует, но это потому что еще не достроили паровой центр. Сейчас вот достроится, будет прекрасно. Через 2 часа к нам придет 100 еды, а через 13 часов с копеечкой придет 40 мужиков и 20 инженеров. Это прекрасно, то есть мне нужно еще сколько там получается? 60? О чёрт, еще 6 домов надо. Ну вот как раз они тут есть, только вот стали нету, это конечно печалит меня. Но ничего, мы с этим сможем справиться, у нас 75 больных, но это потому что мы приняли беженцев, там вместе с ними они собственно и приехали. Я вот тут им лазаретик замутил, возможно он хоть как-то поможет, но вот не особо. 35 лечатся, 5 коллег имеются. Это говорит нам о том, что надо бы произвести для них протезы, но протезы пока я не могу сделать, потому что у меня всего 50 стали. Стали мне сейчас понадобиться, чтобы вот эти вот бараки превратить в дома. То есть самое интересное, что они как раз и называются бараки. Но в общем суть в том, что эти палатки в бараке, тогда будет правильно. Да, в палатках при такой температуре жить не очень, наверное, приятно. Я, конечно же, не жил, но что-то как-то вот и не хочется, знаете, особо. Давайте, в общем, их починим. 3, 4, 5, 6. Отлично, как раз на 6 хватило, все идет по плану. Значит, что мы сегодня будем с вами делать? Во-первых, мы постараемся вылечить всех вот этих вот больных. Они, конечно, лечатся не так быстро, как хотелось бы, но надеюсь, что ситуация будет улучшаться. Так, что за дерьмо, опять тут оливнул. Это во-первых. Во-вторых, нам нужно больше угля, поэтому я склоняюсь к тому, чтобы построить еще одну долбилку, вот такую же, как здесь, и поставить еще 4 вот таких вот палаточки, которые будут уголь собирать. Это что касается угля. Теперь по поводу еды. Я все... Ага, технология улучшена. Подождите на паузу, я про еду-то не сказал. Короче, насчет еды. Я вместо того, чтобы добавить пищевые пайки, прикрутил сюда еду. Ну вот я сейчас уже все поправил. Теперь вроде бы все должно быть нормально. Теперь у нас еды вроде бы на складах будет предостаточно. Хотя вот уголь... Ну тут, наверное, 1000 на 4, да? Может на 5, даже, наверное, на 7. Ну ладно, нам этого упрямый дурак. Диссидент. Сэр, инженер-предатель не отступается. Наши люди выполнили свой долг и нанесли ему визит, но он только орал что-то о доказательствах своей правоты, и мы уверены, что он не станет держать язык за зубами. По-моему, этот чувак просто невменяемый, потому что я вроде бы как все хорошо. Блин, я не хочу его убивать, ну вы че? Короче, давайте его оставим. Надеюсь, не сильно усилится недовольство, уж как-то с этим проживем. Давайте примем некоторый закончик. А вы мне писали по поводу переполнения. Нам нужно использовать площадь медучреждений по максимуму, даже если придется класть больных на пол. Вот это, кстати, хорошая тема, учитывая нашу ситуацию. Я, конечно, с этим не хотел связываться, но... Так, недовольство, вместимость в медицинские учреждения удвоится. А вот это нам надо. Да, да. Вот сейчас это прям вот конкретно надо. Сейчас у нас будет в больницах лежать не 35, походу, а 70 человек. И можно что-нибудь изучить. Итак, что я тут делал? Во-первых, я изучил генератор второго уровня. Теперь, скорее всего, нужно изучать вот эту вот штуку, которая увеличит его радиус. Но я вот, честно говоря... Хотя, наверное, да, наверное, так и надо делать. Надо только единственное накопить 40 стали. У нас пока 37, и можно, в принципе, включить на плей. Да, недовольство как раз усилилось. И больные пошли лечить. 70 человек, как я и сказал, у нас будет. Вот если больных будет еще где уложить, то у них будет шанс поправиться. Вот это, кстати, Кристофер правильно говорит. Наши больные будут лежать, как сельди в бочке. Зато они будут лечиться, поэтому не надо тут лялякать. Так, улучшаем радиус. Потому что у нас грядет похолодание. И вроде бы там нигде не маячит потепление. Поэтому у нас будет минус 60. По идее, я так понял, что один уровень, это 10 градусов. Так что, да, где-то так и получается. Теперь, учитывая катастрофическую ситуацию со сталью, я делаю вывод, что мне, наверное, потребуется еще одна, еще один аванпост. Но аванпост стоит 70 стали. Ой, 20. Блин, как же плохо видно. Берем. И эти парни нас отправляются на сталь. Вот сюда вот. Это же сталь. Это сталь, да. Вперед, ребятки. Аванпосты нам нужны. Если, конечно, у меня будет достаточно возможностей и хотень, я еще и на уголь отправлю. Но вот пока что-то как-то не получается. Это исследовательская станция. Давайте расследуем ее. Давайте исследуем ее даже. Так, последняя находка. На разграбленной станции мы нашли аудиодневник Теслы. Вот фрагмент оттуда. Все наблюдаемые изменения, в том числе затухание солнца, не могут быть вызваны исключительно пеплом вулканов. О, то есть мы, кажется, начинаем понимать, из-за чего это дерьмо... Ну, солнце не может... Ну, короче, так, ладно, сейчас поговорим об этом. Но что если сильное землетрясение в 87-м году в Патагонии на самом деле было вызвано падением астероида? Затем слышны крики, удары и тишина. Множество следов ведет от двери к горам. О, так, ну ресурсы нам потребуются, конечно. Мы сейчас ничего больше исследовать не будем, дружище, возвращайся домой. Так, давайте-ка немножечко проведем аналитику. Учитывая, что Тесла говорит про вулканы, значит, они тут неправильно, видимо, либо неправильно локализировали игру, либо это такая фишка, чтобы мы не до конца понимали, что произошло. Как показывает этот дневник, Тесла говорит о том, что из-за вулканов типа солнце потухло. Ну, то есть оно стало греть меньше. Но само солнце в порядке получается, да? Следовательно, у нас у всех есть гребаный шанс. Тогда да, тогда получается, что шанс действительно есть. Но это же хорошо, да? Плохо то, что у меня осталось топливо на 22 часа. Что как бы намекает, что сейчас как только прилетает пацанчик, который везет 35 детей, твою мать, нет, вот этот. Он привезет мне 400 стали, серьезно? О, черт, мне нужен склад. Мне нужен чертов склад. Ребята, прям вот срочно нужен. Там стали едет прям полтысячи. И я тогда смогу построить угольную хрень, которая мне так сильно была нужна. Так что нормально. Это у нас кто? Это у нас аванпост пошел, да? Да, вроде бы это аванпост. Ну и прекрасно. Значит, скоро у нас стали будет побольше. Вот с углем беда и с едой беда. Потому что еды 600, этого мало. Мне надо больше еды. Но сейчас вот народ придет, я сюда еще отправлю 14 человек. И по идее надо бы еще построить, потому что к нам ведь еще придут беженцы. Или это последняя волна? Я уже, честно говоря, запутался. Вроде бы это последняя волна, но на всякий случай. Там еще дети, детей ведь везу. Да, 35 детей идет. Ага. Ну, с детьми разобраться намного проще, чем со взрослыми. У нас тут есть детское убежище, которое можно, в принципе, вот сюда вот поставить. Здесь как раз обогревается все это безобразие. О, лифт, смотрите, спускается. Вот это прикольно, слушайте. Вот это мне нравится. Вообще, о чем я хочу сказать по поводу Фроста? При том, что он настолько классный, что даже офигенный, меня он, честно говоря, достаточно сильно разочаровал. Ну, я потом, в конце, когда мы его пройдем, я потом об этом расскажу. Но это мои чисто личные предпочтения, поэтому это может вам-то нормально быть. А кому-то тоже, как и мне, очень печалится скриптованность. Я вообще ненавижу скрипты. Мне больше нравится, когда все зависит от нас, а не только там да или нет. Это, по сути, квест в сеттинге стратегии. Я не знаю, как это можно описать. Так, беженцы из морозных земель. Третья волна. Че там получается? 60 человек, 50 из них тяжело больны. Недовольство значительно вырастет. А мне пофигу, мы принимаем всех. Нам нужны люди. Сэр, теперь мы точно знаем, от чего спаслись беженцы. Грядет великий холод, нужно быть готовыми к нему. Ученые говорят, что могут предсказать, насколько сильная будет буря. Основываясь на наблюдениях. Им нужна пара дней, чтобы подготовить приборы и установить их на маяке. Я понял, я понял. Вы что мне хотите... А, ну мы... Это что за дерьмо тут? Это вот типа буря идет, да? Это вот это буря? Потому что выглядит это дерьмово. А, мне просто камеру перекрутили. А я думаю, что с какого-то ракурса странного я смотрю? Вот и буря, да, к нам едет. Ну, тогда надо отзывать всех. Ну, короче, блин, у нас жопа получается. Получается полная жопа. Дружище, вся надежда на тебя. Ты прям нам очень нужен сейчас. Экспедиция успешно вернулась. Дети приехали. 35 бездомных детей. Обалденно. Стойте. Уже 7. Еще один нужно, еще один. Детское убежище. Блин, ждите, ребята. Ждите, сейчас все будет. Сейчас все будет, господа. Ты приехал? Ты приехал с детьми? Ну, смотри, дружище. Мы с тобой сейчас полетим вот сюда, потому что по поводу були у нас пока нет точных данных. Так что, в принципе, долететь ты успеешь и посмотреть, что там происходит, тоже должен успеть. Так что нормально будет. Так, людишки лечатся, это прекрасно. Плохо то, что у нас с углем прям полная задница. И со сталью. Но это потому что ночь. Давайте ждем утра. Недовольство растет. Это нормально. Мы к этому готовились. А вот с углем у нас печалька. Кстати, для еды-то тоже нужен склад. Смотрите, они привезли хренову тучу еды. А вот складов-то не хватает. Складов, вернее. Так, детское убежище. Первым делом, конечно же, его. Вот сюда. И теперь можно склад разместить. Ресурсы. Склад ресурсов стоит 20 стали. Блин, дружище, ты мне очень нужен. Давай, приди, пожалуйста. Прилети уже скорее 7 часов. Тебя ждать очень-очень долго. Это у нас как хрень называется? Паровой угледобытчик. Это нам нужно. Паровой угледобытчик. Где ты? Вот ты. Стратистое здесь заблокирует место важного здания. Что-то я не очень понимать. Какое здесь важное здание стоит? Я что-то не понял. Угледобытчик? Странно, что-то не прикручивается. Здесь только для шахты, что ли, место? А я не могу угледобытчиком задолбить это все. Не, можно, конечно, и шахту построить. Но шахта прям вот мало будет собирать. Что, паровую, что ли, изучать? Больше мест нету, да, для добычи угля? Вроде бы нету. Ну, я очень переживаю, что если я построю сейчас здесь угледобытчик, то он мне особо ничего здесь не делает. Не граничит с улицей. Ну, это пофигу. Ну, вот давайте вот здесь мы что-то построим. Может, здесь прокатит? Чисто попробовать. Если что, сейчас построим и шахту, не вопрос. Мы, кстати, ее и построим, потому что надо. Так, как-нибудь покрасивший можно. Спасибо. Так, дегенератор улучшен. Это меня радует. Это прямо божественное дерьмо. Учитывая, что у нас сейчас потребление сумасшедшее, нам это дело может помочь сильно. Так, давайте смотреть. Радиус правового центра нам пока не нужен. Это, в принципе, нам уже вообще пофигу. Нам нужно больше вот этого дерьма. Угольная шахта. 25 стали нужно. Копим, копим, копим. Давай 4, 5. Отлично. Изучаем. Паровая угольная шахта. Погнали. Да, потому что угля прям вообще мало. Мало-мало. Построить аванпост. Теперь у нас добывается стали. Это, в принципе, прекрасно. Еще хотелось бы мне построить, знаете, что? Где там эта штука? Вот она. Не хватает стали. Дерьмо. Вот со сталью, говорю, беда прям. Двадцатка давайте. А, у нас, кажется, лимит, да? Да, у нас лимит. Ну, хорошо. Тогда выбор сделан. Уголь мы не будем добывать. Вешать надо лжец-предатель. Почему ему позволили рот раскрыть? И что случилось-то? Кто? Кто? Что? Это, походу, того мудилу надо было грохать, да? Ну, простите, ребятки. Так, давайте сюда инженеров. Сейчас вот эта штука достроится. Блин, еще с едой печалька. Хотя не такая уж и печалька. Смотрите, еда возрастает, и похолодание тоже, как бы, скоро прибудет к нам. Обалденно. С углем только проблема. Да, уголь надо решать. Семь бездомных. В смысле? Подождите, я же построил для вас зекурат. Детей вне детских убежищ 72. А че вы сюда-то не переселились? Или, может, это бездомные люди? Обычные, да? Сейчас построю для вас барак, ребят. Не паритесь особо. А почему сюда не влезает, кстати? Вроде бы... А, ну все правильно. Места не хватает. Ладно, все нормально. Народный гнев нарастает. Сэр, инженер-предатель совсем страх потерял. Короче, давайте, валите. Валите его нахрен. Достал уже. Хватит кукарекать там. Может, им пропаганду запидорить? На. Получи. Немножечко улучшили баланс сил во вселенной. Итак, че у нас тут происходит? Сюда мы добавляем десятку. Сюда мы добавляем тихо. Подожди. Отлично, отлично. Заполнено. Да, у нас даже не хватило дерева. Ну и нормально. Зато у нас куча стали. Так, теперь кто-то помер. Это, походу, тот говнюк. Его все-таки достали. Итак, че мы делаем? Мы поступаем точно так же, как и раньше. Значит, строим здесь паровой центр. Вот так. И строим здесь посты добычи. Сколько у меня свободных людей? 14, 19. Не особо. Не особо. Ну, хорошо. Че делать-то? Посты добычи. Значит, ставим три штуки, а там посмотрим. Что случилось? Закрыто. Все дерево выкопали. Не вопрос. Домой. А, потому что на складе нет места. Хорошо, тогда домой, ребята. Домой, домой, домой. Срочно все домой. Значит, врубаем здесь продленку. Врубаем здесь пробленку. А, здесь можно не врубать, кстати. Они наковыряют, надеюсь. Вы ж наковыриваете? Вроде да. Вон он там высыпается. Или что это? Ну ладно, сейчас посмотрим, короче. Ребята, вы прилетели? Вы просто молодцы. Давай, дружище, вот сюда. А ты, дружище, рассказывай, куда ж ты прилетел? На пороге смерти. Ледяная расселена. Эти люди уже едва дышат. Хоть они и укрылись в ледяном... Так, сколько их? 12 рабочих, 7 детей. Берем. Берем. Мы собираем всех людей. Коллекционируем, можно сказать. Они там точно в бурю не выживут. У нас хоть какой-то шанс есть. А там-то уж у них точно ничего не получится. Так, ребят, давайте достраивайте. Это прям необходимо нам. Что за... Что, нечего добывать? Нет собираемых ресурсов. Сейчас посмотрим, сколько эта штука нам сможет надолбить. Хотя я, конечно, не очень в это дело верю. Ну, вроде бы должна. Вроде бы должна. Если смогу разобраться с углем, все будет, в принципе, неплохо. У меня, кстати, не успевают еду делать. Ребят, вы там на кухне чем занимаетесь? Ммм? Давайте-ка делайте с продленкой. Ну уж извиняйте, но так надо. Здесь тоже все забито, что ли? Да-да-да, это тоже здание не работает. Нормально, с деревом, зато у нас проблем точно никаких нет. Так, сто жратвы на подходе. С жратвы, мне кажется, я проблему вроде бы более-менее решил. А вот с углем меня ситуация вообще не радует. Вот прям не радует, не радует. Я надеюсь, что эта штука поможет мне исправить ситуацию. Сюда, короче, пацанов назначаем. Сразу им продленку включаем. Хоть там и негде пока работать, но все равно включу. Сюда то же самое. Сейчас третья достроится, еще будет лучше. У нас, в принципе, сейчас ночь. Надо будет на утро посмотреть, как пойдут дела. В принципе, поэтому еду-то и не готовят. Давайте сюда, ребята. Продленка, продленка, продленка. А здесь, по идее, должны надолбить. Очень на это надеюсь. Сейчас посмотрим. Народ вроде бы лечится потихонечку. Я не хочу строить больше лазаретов. Мне и так, в принципе, сполна хватило. Че у нас потепло? Так, приехали. А, черт, забыл про дом. Забыл, ребята, я про вас совсем. Простите. И куда же вас впендюрить? Один, два. Нашел, смотрите-ка. Закончики можно принять. Давайте посмотрим, что у нас тут есть. Так, похоронная церемония. Уровень надежды падает двое меньше из-за смерти. Подождите. Это же такое. Сортировка больных. Вот это интересно. Пациент. Новая возможность в медостереждениях. Можно использовать сортировку больных. Нет, это хрень какая-то. Хотя, может, и не хрень. В общем-то, у меня осталось только дом удовольствия. И еще вот два тут. А это ж такое. Трансплантация органов. Серьезно? А почему я не могу ее изучить? Она вообще закрыта как-то. О! Ну вот сортировка пока мне нравится больше, чем остальное. Можно, конечно, еще посмотреть в целях. Но в целях тут бригадир, патруль. Бригадир, ты что делаешь? Новая возможность бригадир. Повышает эффективность рабочих мест. Ага. На 24 часа 40%. А что возьмем? Это буст такой, да? Бустанем добычу угля. Вот здесь вот. Бригадир вперед. 10 пищевых пайков мы можем себе позволить. Зато мы соберем кухреновую тучу угля. А у нас угля-то, собственно, нету нифига. Ребята. Ой, простите. Не работает? Да, это фигня. Ребята, вы не пашите? Работа пошла. Да, работает. Слава тебе, Господи. Все отлично. Фу, я уж испугался, что он не будет накидывать ресурсы. Ну, нормально. Все-все хорошо тогда. Значит так, бригадира врубаем вот здесь. Бригадиров пока не врубаем здесь. Нормально все. Нормально. Склад еды заполнен просто полностью. Ребята, давайте. Бригадир вперед. Помогаем. Новую технологию можно изучить. Давайте посмотрим, что тут есть. Можно дерево сжигать в уголь. Отлично это мне подходит. С углем прям жопа какая-то происходит. Так, ну что, дружище, давай лети сюда. Ты сопроводил детишек-то с людьми. Теперь лети дальше. Пока у нас нету ничего про бурю. Но вот скоро будет понижение температуры. Стали, кстати, просто миллиард у меня. Охотники будут добывать еду, как только нам ее сделают. Пока ее что-то не делают ни хрена. Короче, нам нужны склады для еды. Черт же, его задери-то, а. Я еще промахнулся. Но это нормально, потому что уже переживать начинаю. Переживаю прям очень. За моих людишек очень-очень. Так, еда. Полетели добывать, ребята. Взлетайте нахрен, воздушные шарики. Ух, да. Становится все жарче и жарче. Уголь у нас добывается, но пока добывается он мало. Нужно больше гребаного угля. Изучена технология угольная печь. Давайте же ее срочно... Тихо, это не то. Давайте же ее срочно... О, у нас еще и паровая угольная шахта есть. Так, ну, конечно же, да. Одна, две, три. Сейчас будет просадка по углю, но зато у нас появилась угольная печь. Чик ее сюда. И вот сюда. Две угольные печи лучше, чем одна. Короче, сейчас будем генерить уголь со страшной силой. Че там можно еще там забубенить? Так, ну, по ресурсам, в принципе, все понятно. Давайте по отоплению пробежимся. Во-первых, улучшение радиуса правового центра нам нужно. В принципе, мы все дома обогреваем, поэтому, может быть, не стоит. А вот эффективность меньше угля. Да, эффективность сейчас нам нужна. Короче, готовимся к гребаной буре. Зрачки, достиг цели. Давай посмотрим, что ты там нам расскажешь. Долгий путь вниз. Глубокий провал. Так, должно быть, эти люди упали в дыру, спасаясь от надвигающейся бури. Примерно половина не пережила падение. Но мы можем спасти покалеченных, если привяжем их к саням. Твою мать, они все покалеченные. Я не могу бросить людей. Дерьмо сраны. Гребаная фигня. Так, где мой завод? Завод. Ты не завод. Вот завод. Во-первых, почему здесь никто не работает? Ну-ка быстро работайте. Давайте, пацаны. Ну, к примеру, давайте сразу, короче, 20 процессов делаем. Стали у нас есть. Так что вперед. Готовимся к прибытию. Долой вчерашний день. Сжечь прошлое. Сэр, центр пропаганды организовал символическое сожжение старых законов, чтобы помочь всем отбросить прошлое и уверенно смотреть в будущее. По-моему, это идиотская затея. К сожалению, акция вышла из-под контроля. Люди приносят любые книги и записи, какие нашли, и бросают в огонь. Ну, не, на недовольство нам сейчас не надо плодить, поэтому пускай, пускай. Если им так хочется, пускай развлекаются. Нет собираемых ресурсов. Ты что-то не работаешь, хреновинка. Только не говорите, что мы весь уголь здесь выкопали. Так, это поднять. Нет, чрезвычайную смену вырубать не будем. Ждем, короче. Ждем угля. Дерево еще не падает, поэтому сюда можно народ не назначать. А вот здесь вот, кстати, я смотрю, что-то вот прям вообще плохо все. Охотничий ангар полностью заполнить не получается. Ну, ладно, зато у нас хоть и еда появляется, это и то радует. Штука, ты работаешь вообще? Ты, по-моему, не работаешь. Ну, сейчас-то ты и не будешь работать, потому что 10. Давайте утра дождемся, но мне что-то вот эта штука меня смущает. Еще можно закон принять. Давайте посмотрим, что нам еще в цели есть. Патруль. Новая возможность патруль, строжевой пост. Будет снижать недовольство. Да, берем. Мне сейчас не надо, чтобы народ переживал. Поэтому, поэтому да. Так, значит, прикручиваем строжевой пост куда-то вот сюда. У нас еще есть, конечно, две штуки. Пищевые пайки 10. Пошли в обход. О, нифига себе, как недовольство упало. Вот это чит. А еще можно? Нельзя. Не вопрос. Что, где, где, покажи. Отчаявшийся отец. Сбежавший ребенок. Сэр, вас желает видеть один мужчина. Он говорит, что его дочь сбежала, когда вести о буре разошлись по городу. Он хочет взять сани разведчиков и отправиться за ней. Она взрослая девочка, но взбалмошна и легко пугается. Рассказывает отец. Я должен отыскать ее, пока она не потерялась. А она все, что у меня осталось. Будет отдано 30 пищевых... Давай, ищи дочь. Я бы тоже поехал. Я бы прям пешком пошел. Ну, ну чем тут происходит у вас? Давайте, сжигаем дерево. Угольные печки мы построили, так что надо, короче, всеми силами сейчас уголь копить. С жратвой вроде проблемы пока не предвидится. Хотя, хотя хрен его знает. Меня больше всего интересует, почему вот это кака не работает. Как? Ну, че ты? У тебя уголь, что ли, кончился? Вот пошла работа, да? Будешь, будешь уголь-то добывать? Штука. Да, добывает уголь, все прекрасно. Теперь я спокоен, как слон. А, так, у нас понижение температуры только что сработало. Мы уже на третьей мощности идем. Но, че-то вот я хрен его знает. Вот эта штука у нас подзамерзла. Подключаем ее к обогреву. Здесь че-то человек куда-то свалил. Здесь у нас не хватает людишек. Давайте. Ну, здесь пока никто не нужен, потому что дерево к нам приходит. Как и Новый год. Интересно, Новый год они будут в таком холоде отмечать? Мне кажется, их просто уже это вымораживает всех. Дружище. Ну, смотри. У нас тут есть лагерь Компас какой-то. Давай ты посетишь его, посмотришь, что там будет. 13 бездомных. По-моему, я кого-то привез, я что-то про них совсем и забыл. Давайте построим пару домов. Пару домов я им построю вот здесь, потому что, ребята, извините, уже больше просто не могу вам строить новые паровые центры. И так потребление слишком сумасшедшее. Сумасшедшее. У меня уже даже язык заплетаться. Начал, наверное, отмерз нахер. Так, почему здесь не 10 человек? Ну, вроде пока все идет по плану. Относительно, конечно. Уголь добывается, хотя не так быстро, как хотелось бы. Так, расскажите мне, пожалуйста, сколько под вами угля сейчас насыпано? 200, да? 200. То есть 3 штуки у меня сейчас работают, в принципе, нормально. Четвертую можно пока не строить, зато вот этим ребятам надо бы продленку врубить. Мда. Угля что-то маловато прям как-то. Прям как-то вообще. Сейчас, ребят, будет вам... А, у вас похолодание. Давайте грейтесь. И у вас похолодание. Давайте греетесь, мать вашу. И давайте, кстати, давайте-ка сразу продленочку вам зафигачим. Нормально будет. Недовольство, конечно, у нас на жопном уровне находится, но это того нужно. Так нужно. Так нужно. Вечный скептик. Лагерь Вулкан. Вы идете не туда, знак восклицания. Вначале ученые приняли нас за беженцев. Но когда мы рассказали о городе, они были обескуражены. Скорее всего, он расположен слишком близко к буре, чтобы перенести ее. Вы можете поговорить об этом с Нансеном. Если найдете его на юге. Сопровождаем ученых. Ученые нам нужны. Ученые ребята хорошие. Поэтому мы всех сопровождаем всегда. Никого не бросаем в беде. Так, у меня опять заполнено склад по деревушечкам. Деревушечки просто дофига. Короче, ставим. Один, два, три, четыре. Что-то для еды, что-то для дерева, что-то, наверное, для стали даже. Нет, для стали не буду пока. Короче, господа, что будет дальше? Вы узнаете в следующей, сука, подожди. Пережитки прошлого. Капитан, действуя по наводке осведомителя, стражники обыскали дом человека, в тайне хранившего старые книги и бумаги. Я что, нарушил закон? Спросил мужик. Лицо его было испуганным, а он отлично знал ответ. Это всего лишь старые письма, фотографии, детские книжки, может, пара школьных учебников. Да почему недовольство-то вырастет? Мы просто оставим мужика в покое. Каждый человек важен в нашем гребаном мире, поэтому отстаньте от него нахрен. Если ему нравится хранить свои старые письма и фотки, то пусть он их хранит. Могу ли я еще забубенить? Где моя вышка? Вышка, привет. Можно? Нельзя. А можно вот тут еще, кстати, была вот эта тема? Еще пока нельзя. Короче, господа, на этот раз уже точно. Увидимся в следующей серии. Спасибо, что смотрели. Надеюсь, вам было интересно. Грядет гребаная буря, а у нас пока ситуация жопная. Так что посмотрим, справимся ли мы или нет. Спасибо и по кусичке. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok